Детские перепалки Детская площадка, где днем орут ненормальные дети По сути, ее и детской площадкой нельзя назвать Одна качель и две скамейки Как можно ее снести? Голову себе снеси Или сдай свою халупу И переедь куда-нибудь, где потише Чужие дети, они всегда ненормальные А для своих почему-то хочется Не сносить площадки, а строить Этот сильно причесанный диспут Может служить эпиграфом к истории Которая приключилась в Энгельсе Где по адресу Волжский проспект 13 Мама троих детей, Елена Фишер Соорудила на прилегающей к своему дому территории Вот такую, может быть Не суперсовременную, но вполне Устраивающую местную ребятню Детскую площадку Однако пара качелей и детский смех Пришелся по душе далеко не всем Оказалось, что во время массовых игр Взрослые в целях безопасности Закрывают часть площадки Вот такой временной пластиковой сеткой А потому прохожим нужно сделать несколько шагов вправо Чтобы обойти играющих детей Многие даже не замечают этой мелочи Но есть и те, кому протоптанная тропа Куда удобнее за асфальтированной Еленой дорожки На потом основание выйдет загорожить Нет, зачем вас не устраивает? На основании того, что мы загорождаем Когда дети здесь играют Здесь со всего района приходят Где должны играть дети? А дети? Причем здесь дети ваши играют? За возмущенными возгласами некоторых соседей В английскую администрацию полетели жалобы Елена Фишер обращалась в несколько городских инстанций С целью узаконить использование вот этой пластиковой сетки Обеспечивающей ту самую безопасность О которой так радеют чиновники Но оказалось, все не так просто От многодетной мамы потребовалось оформление земельного участка Процедура занимает по минимуму несколько месяцев А также экспертизу качели Вдобавок ко всему на площадку обрушилось сразу несколько проверок Я написала Тепину, я писала Узбякову В ЖКХ обращалась И отказ Формулировка такая земля муниципальная общего пользования И к ней должен быть доступ у каждого Временное ограждение, оно только по двум сторонам Оно также дает доступ каждого Была комиссия земельный комитет Скориков С ЖКХ представитель Узбякова Начальник земельного комитета был Они мне сказали, что в частном секторе устава нет Чтобы делать детские площадки Детей, как будто в частном секторе нет Здесь живут одни старики То есть, а то, что у нас здесь на двух улицах Уже целое поколение в один класс ходит То есть, эти дети должны сидеть дома И гулять там где-то около школы, беспризорной Сами того не ожидая, стороны доигрались до суда Администрация Энгельского района Обвиняет Елену Фишер в самозахвате земли Хотя площадка доступна для всех желающих И требует освободить для прохода Ту самую протопкиваю ногами старожилов дорожку Обратились в суд для того, чтобы, скажем так Юридически правильно узаконить эту площадку Признать ее все-таки детской игровой площадкой И определиться, какие, если это детская игровая площадка То, соответственно, привести ее в нормативное состояние По безопасности для использования по назначению Администрация города Энгельса вышла с иском То есть убрать данные, качели, лавочки Все-все-все Там оживленная трасса, где вылетает неоднократно машина То есть там нет никакой тротуарной зоны, которая должна быть В связи с этим клиентка моя неоднократно говорила Я за свой счет это сделаю Почему-то у нас администрация не идет на это Только всего убрать Убрать ничего Земля муниципальная Все Чиновники доходят до суда Отвоевывая земли для редких прохожих В то время, когда пешеходные тротуары На улице с названием Волжский проспект Вовсе отсутствуют И кто решил, что в частном секторе Не может быть детских площадок Когда даже такая, сделанная своими руками Отрывает ребят от компьютеров и планшетов Давая новые эмоции от живого общения Последний раз у нас собралось около 20 человек детей Даже более Приезжали из Саратова даже мамочки Они учатся дружить, быть в команде Потому что устраиваем всякие разные конкурсы Именно такие командного типа И для них это интересно и важно И собраться так больше нету нигде возможности у нас Поэтому собираемся здесь Увы, но подобные ситуации По мнению депутата областной думы Леони до Песнова Становятся скорее правилом, чем исключением Пример тому детская площадка в Солнечном Сюжет о которой мы снимали год назад Там по адресу Зыбина 8 Активисты своими руками построили площадку для детей И хотят лишь одного Чтобы ее не снесли А для этого нужно, чтобы город взял земельный участок на свой баланс Область не против Городу до этого нет дела Хождение за одной печатью продолжается уже 5 лет Год прошел В администрацию Кировского района обращались Города Комитет по имуществу По-моему правильно называют, да? Очень комитет по имуществу готов отдать им безвозмездно Берите, ничего не надо Но они не хотят, ибо не хватает им денег Нет денег у них, чтобы содержать Хотя содержать ничего не надо Мы и сами содержим Ну вот как бы глупая ситуация Но тем не менее она есть Здесь надо понимать, что если элементы благоустройства Связанные с детскими и спортивными площадками Включаются в офис долевую собственность Это увеличение затрат Это всегда вызовет отторжение Другой части собственников Которые, ну, прямо говоря, не имеют там детей Или у них нет потребности в этих плоскостных сооружениях Должно быть конструктивное взаимодействие района Семьи правильных компаний Которые, естественно, обслуживают граждане Должны иметь желание, мотивацию Чтобы их завтра не сменили Собственники Содержать эту детскую площадку И разъяснять тем собственникам У которых, допустим, будут какие-то возражения Ребята, ну, извините, дети растут Это наши дети Это ваши внуки Иногда шучу, но иногда плачу Что в любом дворе в квартире-дом Три проблемы Машины Детские и спортивные площадки И лавочки у подъезда Ровно пополам Вот у вас дети есть Вы тогда и платите за эту площадку Ну, что вообще такое Там с машинами, понятно Вы ездите Так уже и с лавочками у подъезда Зачем нам лавочки? Да, ребят, ваши соседи просили, я поставил Да нет, завтра тут молодежь пить будет Люди перестали любить друг друга Уважать друг друга Есть разобщенность Есть желание Нагадить ближнему Чтобы ощутить от этого моральный оргазм Ну, это же нельзя Все вот начинается вот с того Что происходит в том микрорайоне К сожалению, злость в людях На сегодняшний день очень высокая И вот это все, что происходит Это Звение одной цепи К сожалению, за примерами Такой нетерпимости К нетихим детским играм Далеко ходить не надо Так жители Нижнего Новгорода Сделали непригодной и опасной Для использования детскую металлическую горку В залив ее жидким гудроном И засыпав осколками стекла А в Железногорске Красноярского края Депутат, проигравший выборы Распорядился выкопать горку И другое оборудование детской площадки Которое было им установлено Незадолго до выборов Что остается? Надеяться на то, что взрослые дяди и тети Вспомнят, что они тоже родом из шумного детства И не будут отбирать его у этих мальчишек и девчонок Мне нравится качаться на качелях Играть с друзьями Мы играем, здесь друзей зовем Играем в цыплякованные, как Пашка сказал Много веселух Ну, начинаем прыгать, скакать, зажигать На этой площадке я зову очень много друзей Если бы у нас этого не было То бы мы просто сидели дома и все, скучали Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok